Здарова! Это моя комната! Я уверен, ты эту комнату прекрасно знаешь, потому что в ней я снимаю каждое свое видео. Я так подумал, почему бы не посмотреть на эту комнату не в реальном мире, а в виртуальной реальности? Мне кажется, это просто будет какая-то жесть. Мой мозг точно не выдержит и нахрен сломается. Потому что я буду находиться в своей же комнате, записывать это видео в реальности, так еще и находиться в этой комнате в виртуальной реальности. Я не знаю, что из этого получится, но надеюсь, что тебе понравится и ты прямо сейчас поставишь лайк. А я уже, пожалуй, отсюда, из реального мира, из моей комнаты, буду перемещаться в такую же мою комнату, но только в виртуальной реальности. Погнали! Это просто офигенно! Ты посмотри, я стою ровно на том же месте, на котором и надел очки виртуальной реальности. Привет, Дженни! Это просто какие-то неописуемые чувства. Я вижу всю свою квартиру в виртуальной реальности, в которой я сейчас же и нахожусь. Это просто жесть! Я не знаю, как ты все это видишь на видео, но просто представь себе на секунду, что вот это все не моя квартира, а твоя квартира. И что ты надел очки виртуальной реальности и увидел свою квартиру прям точь-в-точь. Ощущение, как будто бы я даже не одевал очки виртуальной реальности, а просто, ну вот я здесь и все, вот я снимаю ролик, сажусь на свое кресло. Блин, правда, что-то стол какой-то гигантский вообще. Да, единственное отличие, это просто, что все очень огромное. Вот ты посмотри просто, какое кресло. Ну вот ты просто представь, я сейчас стою, и вот у меня пол, да, а вот у меня вот моя голова. Ай, почему-то кресло еще больше моей головы. Справедливости ради, я вам уже показывал эту карту в Майнкрафте, но она немножечко поменялась, потому что в моей квартире поменялась. Ля, ты посмотри! Ты понимаешь, что вот это такое? Это, твою мать, контроллеры, я не знаю, где моя камера. Кстати, вот она, моя камера. У меня сейчас в руках контроллеры, которые вот здесь лежат, это просто капец, какая жесть! А это, как я понимаю, очки виртуальной реальности. Ну, слушай, в принципе, они вообще по размерчику подходят. Сейчас даже мое новое кресло, мои подписчики построили. Блин, по-моему, оно просто шедевральное, так я хочу на него сесть. А-а-а! Блин, твою мать! Не, ну, в принципе, я сел, да, но как-то не очень. О, мне, кстати, интересно, больше ли я своей статуи. Так, вот моя голова. Слушай, мы вообще одинакового размера, братан, здорово! Блин, мои подписчики даже сделали мою поилку, ты посмотри. Короче, это такая штука, ты, наверное, подумал, что это какая-то детская соска или что-нибудь типа того. Ну, это реально бутылка, из которой я все время пью водичку. Вот так вот беру, такой, опа, и буль-буль-буль-буль. Мой вентилятор, мои наушники, мой микрофон, нифига себе микрофон здоровый, ё-моё. Тут реально можно ролики записывать. Всем привет, здорово! Чтоб ты понимал, я вот в реальной жизни так все и вижу. Правда, ну, конечно, наушники какие-то огромные. Но в целом я реально вот так вот сижу и записываю каждый ролик. Вот здесь у меня открыты программы для записи, здесь у меня открыта сама игра. Я такой, всем привет, в камеру говорю и играю. Ладно, я думаю, что мою комнату мы уже 300 раз видели, давай пройдемся дальше. В моей квартире все-таки не одна комната, мне интересно посмотреть на другие. Так, подожди, эту дверь можно открыть? Открываю. О, это, это божественно. У меня ломается мозг. Я сейчас в виртуальной реальности выхожу из своей комнаты. Но в реальности я все до сих пор там же и нахожусь. Новогодняя елочка, блин, какая она классная. Она почти как в реальной жизни. Юля старалась, ее наряжала, а я вот тут сидел за барной стойкой и кушал, пока она наряжает елку и смотрел на нее. Я ее морально подбадривал такой, давай, Юля, ты сможешь. Какая здоровая елка. А я могу на нее залезть? Я залез на елку. Я на потолке. У-у-у. С такого ракурса я еще ни разу на свою квартиру не смотрел. Это реально страшно. Так, шоу у нас тут еще изменилось. В прошлый раз, когда я записывал видео про свою квартиру, у меня тут еще стояли всякие разные коробки. Ну ты посмотри, ты знаешь, что это такое? Напиши в комментариях, как ты думаешь, что вот это такое. Какая-то бутылка стоит, мусор. Ну, в принципе, все как и в реальной жизни. Здесь у нас появился телевизор. Ну, не очень большой, нам, в принципе, очень большой на кухне-то и не нужен. Мы обычно с Юлей вот так вот садимся за барную стойку. Так, нужно аккуратно как-то все бежать. Блин, капец, реально можно кушать. Так, открываем холодильник. Блин, холодильник не открывается. Вот тут, если что, у нас находится холодильник. Я обычно его открываю, достаю себе что-нибудь пожрать и начинаю нажираться. Ё-моё, я смотрю телевизор. Тут Юля обычно что-то готовит. Я в этом не разбираюсь, потому что я готовить вообще не умею. Я вот посуду мою. Здесь у нас, правда, стоит посудомоечная машина. Но мне иногда так лень в нее что-то складывать. Поэтому я просто вот тут вот мою посуду, складываю сюда. Там открываю шкафчики. Ё-моё. Чё у нас тут еще поменялось? А, ну конечно, вот этого телевизора у меня тоже здесь еще не было. Когда я в прошлый раз квартиру показывал. Мне просто не очень нравится смотреть телевизор в проходной комнате. Поэтому у нас этот телевизор просто стоит как декорация. Ну-ка, здесь у нас что, ля, домофон. Капец, как высоко. Алло, алло, это кто, курьер? Пиццу привезли. А, понял, хорошо. Открыл. Это наша входная дверь, куда Юля повесила венок к Новому году. И, конечно же, наши самокаты. Мы с Юлей купили самокаты, на которых мы встаем вот так вот и так. Вжим, вжим. Блин, капец, что я взлетаю. А что у нас тут в шкафчиках? Ну-ка, давай посмотрим. Капец, шкаф огромный. Но, на самом деле, он не такой большой. У нас тут еще пару полочек есть. И вот тут тоже. А это что? Это кофта коричневая. У меня такой кофты нету. Все постаново. Закрываем. Пойдем прогуляемся еще куда-нибудь. Давай вот сходим, например, в эту комнату. Ой-ой-ой, это наша кладовка. Капец, я зашел в кладовку. И реально такое ощущение, как будто я зашел в другую комнату. Как будто даже звук изменился. Эхо убралось. Я ничего не понял, как так произошло? Я застрял в виртуальной реальности. Капец, я могу поиграть на пианино. Тут какие-то у нас коробки стоят, в принципе, в реальной жизни у нас тоже они там стоят. Давай пробежимся еще дальше. Кстати, вот эта вот штука, как она называется? Ну, короче, вешалка для вещей. Она у нас как раз стоит вот тут, а не вот тут. Ну, ладно, пусть тут стоит. В этом коридоре я, на самом деле, тоже много роликов снимал. Но вот если так чисто встать. Тут я снимал скетчи для игры в кальмарах. Кто смотрел, ставь лайк. Или как там показывать надо? Вот так. Сральник. Ну, в сральнике у нас, в принципе, ничего не... О, слушай, я хочу залезть в душ. Я хочу залезть в душ виртуальной реальности. Включаем. Что меня так трясет? Помогите, меня сейчас тошнит. Почему меня трясет в душе? Землетрясение началось. Ладно, этот душ какой-то проклятый, меня в нем трясти начало. Пошел он в жопу. Ну-ка, интересно, а можно запрыгнуть в ванну? Капец, я запрыгнул в ванну. Да что меня трясет в этой ванной? Можно даже пописать. Ну, или можно даже вот так вот. Ладно, хрен с этим туалетом. Пойдем, куда-нибудь еще сходим. Это у нас спальня. Ну, и по совместительству еще комната Юли, потому что она тут обычно сидит. Ё-моё, я хочу запрыгнуть себе на кроватку. Я стою на кровати. Тут у меня тумбочка стоит. Кстати говоря, реально, у меня тут обычно стоит стакан с водой. Ля, это что, зеркало? Правда, какое-то оно нерабочее, я себя не вижу. Это у нас тут гардеробное. Можно зайти переодеться, всякие вещички взять, там вот на себя надеть. Коробки какие-то стоят. Что за коробки? А если пройти дальше по этой комнате, то тут у нас, конечно же, поставь лайк. Ну и здесь у нас разместилась Юля. Кстати говоря, стеллаж, стеллажа не было в предыдущей серии. Это Юлин стеллаж. Я вообще не знаю, что здесь происходит. Давай залезем на кровать, вот так вот сядем. Тут у нее какая-то косметика лежит. Ведро из KFC какого-то хрена. Здесь стоит ноутбук ее старый. Какие-то лего фигурки. Я, если честно, не разбираюсь. Лучше у Юли спросите. У нее есть свой канал. Можете у нее зайти на стримах спросить. Лежанка Дженни. Ты посмотри, обновленная лежанка Дженни. Ну-ка, давай сядем на лежанку Дженни. Ой, ну как-то не очень удобно. Спина. А что у нас за окошком? Какая-то трава растет. Сорняков понасадили, убирайте теперь нахрен. Это просто, черт возьми, непередаваемые ощущения. Я реально ощущаю, как будто бы я бегаю по своей квартире. Это просто жесть. Слушай, вот если вдруг у тебя есть тоже очки виртуальной реальности, построй свою квартиру в Майнкрафте и попробуй по ней побегать. Я тебе отвечаю. Ты просто офигеешь. Так, все, пора выходить в реальный мир. О-о-о-о! Фух, это было просто офигенно. Я понимаю, что на видео ну просто невозможно передать те же самые ощущения, что я испытывал в виртуальной реальности, но поверь, это было просто офигенно. Я теперь еще где-нибудь хочу побывать, где я был в реальной жизни, но не был в виртуальной реальности. Надеюсь, что ты хотя бы чуть-чуть проникся вот этой атмосферой моей квартиры. И тебе так же понравилось, как и мне. Обязательно прямо сейчас подпишись на канал, если ты еще не подписан, и цыгни на колокольчик, чтобы не пропустить новые такие интересные серии. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok